Привет! Вы смотрите канал Меня зовут Кирилл и это второй выпуск энциклопедии гитарного звука Многие, посмотрев первый выпуск, могли подумать, а где, собственно, примочки? Зачем нам все эти усилители, шмусилители и колонки? К сожалению, раньше из-за отсутствия информации у многих начинающих гитаристов складывалось впечатление, что чуть ли не одной примочкой отличается акустическая гитара от электрическая рок-гитара Это сейчас гитарист едва умеющий держать гитару в руках во все рассуждает о брендах Богдер, Месабуги, Матам, Пенгл и прочих А в 90-х, в начале 2000-х все говорили только о примочках Но давайте по порядку Примочки начали появляться в 60-х годах Я говорю сейчас именно о гитарных педалях перегруза Так вот, первыми были фузы, а именно Маэстро Фустон 1962 года Они звучали агрессивно, но совершенно не похожи на ламповый перегруз It's mellow, it's raucous, it's tender, it's raw It's the Maestro Fuzz Tone Let's use an electric bass This is a sousaphone effect The sound is trumpet Одну из первых записей с использованием фуза сделали скандальные Rolling Stones Записав в 65-м году свой трек Satisfaction Но, наверное, самая известная из гитаристов, которые ассоциируются с педалями фуз Это был Джимми Хендрикс Да и сейчас есть много отличных гитаристов, использующих этот эффект Например, Мэтью Беллами из группы Muse Или Джек Уайт из White Strapes Несмотря на возраст, эти педали до сих пор актуальны И гитаристы готовы отдавать за них приличные деньги Ботиковые фирмы предлагают множество копий и оригинальных моделей Эти педали обладают этакой элитарной аурой Да и среди девайщиков ведутся многостраничные споры По поводу того, какого года и партии лучше искать транзисторы И какой степени старости То есть я хотел сказать аутентичности использовать конденсаторы С точки зрения электроники, это очень простой девайс Состоящий обычно из двух-трех транзисторов Которые вогнаны в режим жесткой перегрузки Частотной коррекции обычно никакой нет Поэтому примочка звучит с запиранием низких частот Да и вообще лучше использовать сингл или винтажные хамбакеры Дабы фуз не захлебывался Но многие фузяк любят именно за эту стену ракочущего грязного звука Этот эффект появился именно как эффект А не попытка заменить разогнанный гитарный усилитель Эти педали обладают узнаваемым звуком Который трудно с чем-то спутать Для правильного звучания его подключают в чистый канал лампового усилителя Но есть любитель подключать их чуть раскачанно до овердрайва комбик Тогда жесткий звук фуза немного сглаживается ламповыми каскадами Чуть позже, в 70-е годы, стали появляться так называемые грелки То есть педали, которые создают мягкий эффект овердрайва Не сильно изменяя при этом структуру звука усилителя Например, педали Ebone Stube Screamer В первые годы эту педаль подключали, чтобы добавить злости усилителю Увеличить гейн и сустейн Давайте попробуем понять принцип такой педали Ранние усилители имели мало каскадов Либо у каскадов были ограничены возможности по усилению Даже выкрутив гейн и громкость на максимум Не получалось добиться полноценного хайгейна Раскачанный до искажения усилитель мощности Не давал нужной жесткости Но если мы пропустим гитару сначала через педаль с легкими искажениями Или так называемый бустер То усилителю будет проще раскачивать и перегружать сигнал Мы как бы помогаем усилителю войти в режим перегрузки С такой педали уже не было необходимости выкручивать громкость усилителя на максимум Из-за компрессии драйвового звука играть было проще И стали появляться гитаристы, играющие в стиле Shred То есть быстро и технично То есть основное предназначение педалей Типа Tube Screamer и Boss DS-1 Это разогреет гитарный усилитель Заставит его звучать более перегруженно Отсюда название Грелка Повторюсь, что в 70-х и в начале 80-х не было полноценных хайгейновых усилителей Да и когда они появились, многие предпочли остаться со старыми винтажными стэками и грелками В таком виде искажения создаются и примочкой перед усилителем и усилителем мощности Один из таких гитаристов небезызвестен за Куайлд Он играет через горелку Boss SD-1 в усилитель Marshall 800 В 90-х появилось много примочек, которые выдают полноценный дисторшн Например, Boss Metal Zone Marshall Jackhammer Marshall Shredmaster Или Dot Dead Metal Тут сложно сказать однозначно, для чего были изобретены эти педали К этому времени уже все производители делали полноценные и самодостаточные хайгейновые комбики и стэки Скорее всего, только с коммерческой целью Чтобы продавать их студентам и просто любителям, у которых старые одноканальные комбики Не способные выдавать полноценный дисторшн Заменить этими педалями хайгейновый стэк нельзя Тем более, в то время делались они по простой устаревшей схеме с ограничивающими диодами Очень отдаленно имитирующими ламповый перегруз С такой схематикой эти педали звучат довольно грязно и плоско, без динамики, присущей настоящему ламповому усилителю Профессионалы не часто обращают внимание на такие педали, в основном только те, у которых хайгейновый звук не является доминирующим в программе Ведь не покупать же Миссабуги Риктифайр из-за одной песни в двухчасовой программе Но в любом случае эти примочки нужно подключать в ламповый усилитель Ошибка многих начинающих гитаристов считает, что примочка должна звучать сама по себе Даже те примочки, которые выдают гору гейна, должны подключаться в ламповый усилитель Чтобы звучать адекватно и так, как задумывали разработчики Но чаще всего их подключают в транзистор на домашний комбик или вообще в музыкальный центр А потом жалуются на форуме, что примочки стали делать плохие Ну, наверное, потому что китайские, а вовсе не потому, что незадачливый Джеймс Хэтвилд Подключил примочку Boss Metal Zone к музыкальному центру Саньё Ну или что-то в этом роде Это была группа Колесей! Колесей, уважаемые друзья! В первом выпуске я уже рассказывал, что важнейшим фактором гитарного звука является гитарная колонка, кабинет Именно она формирует конечный гитарный звук Поэтому, подключая обычную примочку в линейный вход микшера на репетиционной базе или в музыкальный центр Начинающий гитарист допускает две ошибки Первое. Аппарат не является гитарным и его вход не предназначен для примочек И второе. Выход аппарата подключен к широкополосной системе И на выходе у нас будет песок и бубнёж Ещё одна ошибка. Считать, что любая примочка должна звучать с любым ламповым усилителем Тут загвоздка в том, что чистый канал может быть спроектирован по-разному У одних усилителей он сделан мягким и серединистым У других – звонким и лязгающим Тогда одна и та же примочка будет звучать совсем по-разному И звонкость, которая так хорошо звучала на чистом звуке, с примочкой добавят только жесткости и зуда Так что любая примочка будет звучать совершенно по-разному в разный усилитель Структура звука будет одна и та же, но частотный баланс может очень сильно отличаться Но есть примочки, предназначенные для подключения в линию с широкополосными динамиками Но это скорее исключение Например, с ансамб GT2 Эта педаль как бы и говорит своим названием, что ей не нужен ни гитарный усилитель, ни гитарная колонка Она формирует весь гитарный тракт, включая характеристики гитарного кабинета И даже положение виртуального микрофона, которым снимается звук Все остальные примочки нужно подключать всегда в ламповый усилитель с гитарным кабинетом Большинство транзисторных комиков – это бюджетное решение И редко когда они звучат, так как надо сами по себе И примочки сильно картину не изменят Еще раз повторюсь, что я сейчас говорю только о педальках перегруза Овердрайвах, фузах и дисторшенах Кстати, да, чем они отличаются? Почему у нас так привыкли четко делить эти примочки на бустер, овердрайв, дисторшен и фуз? Давайте немного структурируем В первую категорию можно отнести бустеры По сути это просто усилители сигнала, обычно там нет перегруза Либо он появляется только с мощными датчиками на максимальном положении ручки гейн Применяют такие примочки для того, чтобы разогнать усилитель, добавить ему больше гейна Или чтобы поднимать громкость на соляках Например, MXR MicRamp В эту же категорию можно добавить требл бустеры Это тоже примочки, в которых нет перегруза, но есть фильтры, обрезающие низ и выделяющие верхнюю середину Помогают разогнать гейн усилителя, не допуская запирания по низам Dallas Rangemaster Treble Booster был одним из первых представителей С этими примочками ассоциируются такие гитаристы, как Ричи Блэкмор и Брайан Мэй Во вторую категорию входят овердрайвы Вообще, словом овердрайв называют усилитель в режиме перегрузки Наверное, поэтому первые примочки с мягким ограничением, которые хоть как-то похожи на ламповый звук, назвали овердрайвом Классический пример и Bonestube Screamer 9, он же Maxon 808 Из боссовских примочек считается классикой из D1 Как я уже сказал, их часто используют в качестве грелки, чтобы добавить компрессии и гейна усилителю, а иногда и скорректировать звучание Третья категория — это Distortion Тут море гейна и жесткое ограничение сигнала Можно разделить на два лагеря В один лагерь отнесем такие примочки, как Boss DS1, Proto Red и Big Mav Эти примочки используются довольно часто для подогрева усилителя Точнее, на их основе как бы готовится звук Этакая экстремальная приправа для любого блюда Обычно имеют минимальный набор регулировок Гейн, громкость и одноручечный тон Сами по себе такие педали звучат сыро и немного не собрано Но слегка разогнанный ламповый стек полностью раскрываются Ко второму лагерю относятся такие примочки, как Boss Metal Zone, Marshal Jackhammer или Dot Dead Metal Звучат они очень жестко и имеют сложный эквалайзер Позиционируются как примочки для тяжелого рока и металла Чаще всего подобное можно увидеть под ногами начинающих гитаристов Подключив такую педаль, они первое время радуются, что жужжит громко и злобно Но со временем приходит понимание от того, что звук очень плоский, неинтересный и без нужной динамики А на репетиции и концерте гитара, пропущенная через такую примочку, очень быстро теряется среди других инструментов В четвертой и последней категории мы отнесем все вариации фузов Про них я уже рассказал выше Классический пример это Dunlop Fuss Face, Zyvex Fuss Factory и Univox Super Fuss Все эти названия только ориентиры В реале все эти педали могут иметь разную схематику и вариации Из-за чего иногда трудно отнести педаль к той или иной категории Существует еще масса педалей, таких как вакушки, хорусы, тремоло, дилей, ревербераторы, фленджеры и тому подобное Эти педали еще называют педалями обработки или модуляции Большинство из них подключаются между гитарой и усилителем Но некоторые усилители позволяют подключать примочки в так называемую петлю эффектов Это разрыв между предусилителем и усилителем мощности В таком варианте у нас звук формируется предусилителем Потом обрабатывается внешней примочкой И дальше попадает на усилитель мощности Это идеально звучит с такими эффектами, как реверберация или дилей Если такие примочки подключать до хайгейного предусилителя То на выходе вместо ревера и дилея мы получим нечто кошмарное Хотя некоторые, ну в большинстве случаев наркоманы Так делают для получения космических звуков и призыва сатаны Но некоторые эффекты, такие как хорусы, фленджеры Отлично звучат и до и после предусилителя Когда они подключены до перегруза То они ощутимо влияют на структуру звука Даже сегодня, когда цифровые технологии развиваются с огромной скоростью Аналоговые гитарные педали остаются по-прежнему актуальными Их рынок велик Делают их как именитые производители, так и китайские практически безымянные фабрики За последние 15 лет очень сильно продвинулись в разработке и изготовлении Наши отечественные производители Очень радует, что они ушли с пути простого, хотя и качественного копирования И начали заниматься серьезными разработками Проекты на полевых транзисторах позволяют очень детально передавать характер звукоизвестных усилителей Отдельно хочется отметить компанию AMT, которая вот уже несколько лет предлагает проекты, в которых пытаются уйти от хрупких ламповых схем В их ассортименте есть как педали, так и предусилители на полевых транзисторах, в которых применена собственная разработка эмуляции ламповых каскадов А усилитель Stonehead выдает 50 ватт и 4 канала на той же технологии, для самых требовательных музыкантов Ну и конечно плеер импульсов Пангая, который ставит AMT в один ряд с самыми инновационными компаниями Профессионалы и любители собирают огромные педалборды с десятками педалей А у некоторых начинает вырабатываться так называемый газ, гео-эквизейшн синдром Синдром приобретения оборудования Когда покупка нового оборудования и бесконечное кручение ручек заменяют собой творчество и занятие на инструменте Ну, как у меня Что удивительно, при всем при этом не угасает интересы к самостоятельному изготовлению примочек В интернете тонны информации, как самому сделать примочку Схемы, магазины комплектующих У нас на канале есть целый раздел, посвященный такому занятию Я там собираю разные примочки, рассказываю про технологии и занимаюсь прочей непотребщиной Да, сложно в один подход уместить все то, что хотел рассказать про примочки И получился вот такой обзорный выпуск Если вам понравился, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группы А на этом у меня все, с вами был Кирилл, пока! Субтитры сделал DimaTorzok